Добрый день, уважаемые коллеги! Ещё раз, добрый день! Мы сегодня поговорим о такой проблеме, как буллинг. Пожалуйста, напишите в чате, вы с этим встречали в своих школах? Это одна из тех тем, которая часто замалчивается. Иногда в школе дети это чувствуют на себе своей кожей, но не могут высказаться. Так, вот вижу, некоторые пишут «да», есть очень мало тех, кто говорят «нет». То есть тема актуальная, к сожалению, да, действительно, к сожалению. Ну, давайте посмотрим, вообще-то разберёмся, что такое буллинг. Это, по-русски сказать, травля. Это школьное насилие, издевательство и унижение в отношении ученика со стороны других учеников и учителей. Вот самое интересное, даже с учителями бывают такие проблемы. Иногда причиной буллинга становятся учителями. Мы все живые люди, и вдруг какой-то ученик может нас раздражать. И это раздражение, если мы сами не контролируем, то оно может перейти вот в такое явление не очень приятное. Казалось бы, взрослые, осознанные люди, но, увы, увы. Люди как люди, да, как говорится. Ещё разновидности буллинга среди взрослых. Дело в том, что одной школой это не кончается. Более взрослой жизни люди встречаются с таким явлением, как «Газлайтинг». Это по имени, называется «Свет газа». Была такая пьеса, где главный герой, чтобы упечь свою супругу в психушку и завладеть её наследством, что сделал? Он устраивал всякие явления, передвигал фонарики, вещи в доме. А потом говорил, это тебе показалось. И делал он настолько долго, что она начала верить в то, что у неё что-то с головой не то. Ку-ку. Она сходит с ума, не понимает, у неё галлюцинации, иллюзии. На самом деле всего этого нет. То есть вошла вот такая формулировка «Газлайтинг» – это заставить человека мучиться и сомневаться в адекватности своего восприятия. Это как с человеком поступили плохо, ещё и говорят, сам виноват. Вот такое явление. Следующее – моббинг. Он встречается на работах, когда в коллективе кто-то хочет занять какую-то должность и устраивает травлю на кого-то, чтобы его уволили. Или не хочет эту должность, но не хочет видеть этого человека в коллективе. Есть такая ещё вещь – абьюз. Это насилие в отношениях, в семье. Это может быть и психологическое, и эмоциональное, и оскорбление. Это физически, внутри семей, в личных отношениях. Как мы видим, буллинг одной школы не заканчивается. Оно прирастает в более уродливые явления, которые влияют на нашу жизнь и портят его. Почему возникает агрессия у детей? Давайте разберёмся. Во-первых, это попытка высказать своё мнение. Когда ребёнка не слушают, не уважают, он где-то пытается высказать своё мнение, и начинает кричать, когда его не слышат. Когда формируется такое вот поведение. Иногда даже причины нет, он сразу начинает кричать. Вот бывает ребёнок говорит «тихо, тихо, тихо», а потом начнёт кричать. Нет, бывают случаи, когда сразу начинает кричать. Иногда причина этого кроется в детском, в младенческом возрасте ещё до одного года. Как получается, ребёнок плачет, хочет молочка, мама не подходит или чего-то хочет, он плачет ещё громче, и когда он орёт, тогда мама приходит. И если это регулярно повторяется, когда приходит только после ора, он привыкает к тому, что ему надо заорать, чтобы достигнуть своего. И когда ему не позволяют проявлять себя, он просто кричит. А заложилось это в глубоком детстве. Учителям мы это не можем изменить. То, что было. Но мы можем изменить отношение ребёнка, когда мы начнём его уважать. Это уже позже мы рассмотрим. Это попытка получить желаемое, это попытка утвердить своё место и акт самозащиты. Казалось бы, самозащита, но он нападает. Да, постепенно он нападает. Вначале он защищается, когда появляются силы, он нападает. Или он чувствует агрессию со стороны более сильного, а нападает на более слабого. Это как дедовщина в армии, когда бывшие салаги становятся дедами и начинают уже проявлять агрессию по отношению к новоприбывшим солдатам. То же самое ничем не отличается. Рассмотрим примеры. В интернете есть в свободном доступе вот видео, интервью четырёх молодых людей, которые претерпели буллинг. Вот молодой человек учился в гимназии, потом в лицее, перешёл из гимназии в лицее с надеждой, что история изменится. Увы, не изменилась, повторилась. Он считал, что худой мир лучше, чем войны, и избегал этого. В его рассказе самое обидное было то, когда дети подошли уже нападающего у его подъезда, он нажал на домофон, мама взяла трубку, собирался маме сказать, крикнуть о помощи, они взяли и выключили домофон. То есть надежда, что прибудет какая-то помощь, тоже исчезла. А нападали, как вы знаете, в таких случаях нападают не в одиночку, не один на один идёт конфликт, а во время буллинга конфликт идёт один против толпы. Что случилось с этим парнем? В итоге он поступил в музыкальное училище, попал в совершенно другую среду, и там он нашёл себя, теперь он саксофонист и спокойно занимается музыкой. Следующая – это девушка. Её били, пинали вначале из-за лишнего веса, потом пошло ещё хуже, разносили грязные слухи, опозорили её, и при том не только в кругу своих же друзей, в кругу класса, а ещё эти слухи дошли даже до дачи, где она летом уезжала отдыхать. И когда она поехала туда отдыхать, друзья не стали с ней общаться, говоря, что она прошлась по кругу. А всё началось с того, что к ней приставал мальчик, она ему отказала, и он весь класс настроил против неё. И это продолжалось годы. Чем закончилось? Ну, слава богу, что не закончилось, потому что... Напишите, друзья, пожалуйста, где включить флэш. Я не знаю. У нас, кажется, всё хорошо слышно и видно. Тут пишут, что плохо получается включить. Звук вебинара. Ну ладно, пройдём дальше. Была попытка самоубийства. Если бы не вовремя подоспевший папа, то это закончилось бы трагически. Что сейчас с этой девушкой? Она получила профессию, но когда мы видим вот её одеяние, это всё чёрное, мы видим, что в душе её боль таки осталась. Недоверие к людям. Следующая девушка отсиживалась во дворе соседнего дома во время урока, чтобы не пойти в свой класс. Почему? Потому что там было очень плохо. И в итоге она учится в Минтинском колледже, но сейчас поняла, что это не её. То есть она находится в поиске. Кто-нибудь ей помог? Нет. Родители пытались... Ну, сама справишься и так далее. Да, это реальная фотография, потому что это реальное интервью, с которыми общались. Вот просто обратите на лица этих детей. И вот этот молодой человек в сельской школе, где в классе всего шесть человек, над ним издевались. Его слова. Каждый день страх. А что же будет сегодня? Родители вообще не приходили в школу. Гвартиан научился не обращать внимания на мнения окружающих. Но, смотрите, он наиболее благополучный. Друзья мои, вот это видео как раз в свободном доступе, и внизу видео в интернете, если вы забьёте буллинг, вы найдёте, и внизу есть ссылки на их Инстаграм-каналы. То есть это те персоналы, это не закрытая информация, это свободные источники, так что я не нарушаю никаких персональных данных, поскольку в Ютубе даже их личные страницы в Инстаграм представлены. Это документальный фильм с участием этих людей, которые полностью называют свои имена и рассказывают свою историю. Так что если была закрытая история, я бы ни за что не показывала фотографии. Вот этому парню помог старшеклассник. Старшеклассник. И когда мы видим в случае мальчишек, они уходили в интернет-игры, зависали в интернете, это их как-то спасало. Да, видно, что если родители, прости за слово, забивают, то буллинг усиливается. Да, в данном случае ему никто не помогал, кроме вот этого старшеклассника, и через год-два эта история закончилась, он нормально продолжил обучаться с этими детьми. Причем деревни, это же закрытое пространство, там же все видят, все друг друга знают. И что мы можем сделать из этого, какие выводы к нам приходят? Во-первых, во время буллинга класс разделяется на группы. Это две группы, те, кого травят, потому что в классе могут быть несколько тех слабых, которые по очереди травят, кого-то больше, кого-то меньше. Вот первый мальчик, который музыкант, спрашивали, у тебя есть друзья? Говорит, да, у меня были друзья такие же, как я, на нас нападали, но нас было мало. И были наблюдатели нейтральные, которые смотрели и ни во что не ввязывались. Или по ситуации. Кто-то начинает травлю, а дальше толпа продолжает. Следующее. Мальчики легче справились с ситуацией, построили свою жизнь. Вот эти мальчики, они нашли себе профессию, они живут, они действуют. Девушки сложнее переживают. Какие последствия будут у этих детей? Эти девушки, поскольку они не решили тот конфликт, который возник, они в своей жизни будут искать мужчин, ситуации, семьи, работы, при которых будут попадаться такие же ситуации, точно такие же проблемы. Они их решат как-нибудь или будут также страдать. Вот есть же девушки, которые вдруг, будут девушками-абьюзерами. Именно абьюзерами, которых в семье уже муж будет регулярно делать. Почему? Потому что так работает психика. Она ищет решение. Она видит, что вопрос тогда не решился. Но сил-то не хватает, чтобы решить этот вопрос. Или доводят ее до тех пор, пока она не даст сильно вздач и выйдет какой-то... Да, они привыкли к этой модели, они сами ищут таких же. Наиболее успешный результат выхода из ситуации – это помощь старшего человека. В данном случае у мальчику повезло, когда у него появился старший друг. Готовясь к этому вебинару, я слушала ряд лекций, ряд интервью разных людей. И вот Дима Зицер как раз говорил ко мне, обратилась девушка, написала, «Вы знаете, вот когда говорят, не помогает, сам виноват, я поменяла шесть школ, пока пошла в ту, где люди нормальные и меня восприняли такой, как есть». У меня была ученица в музыкальной школе, которые в обычной школе головой били об стол. Да, она была немножко странной. Сказать, что родители ее не любят? Нет, очень даже любили, родители ее слушали. Ее перевели на индивидуальное обучение. На индивидуальное обучение. Но ее спасло, знаете, что? Когда она пошла в музыкальное училище. Потому что обычная среда – это одно, музыкальное училище – это несколько, другая среда. Люди более тонкие, более влюбленные в свое дело. У них есть увлечение. И там она нашла себя. Никакой агрессии уже не было. Она была своим человеком. У ее творческого подхода к жизни, в легкости. Да, это есть. Так, посмотрим. В агрессии в коллективе не виноват никто, если просто такие люди с психикой агрессора. Скорее всего, я думаю, это своего рода психическое. Нет, Константин, я с вами не соглашусь, никоим образом. Это не психическое заболевание. Да, мы сами можем, окружающие, вывести детей, людей до этого агрессивное состояние. Но любой ситуации предшествуют какие-то вещи, какие-то предпосылки. изначально человек совершенный. Он рождается чистый. Даже не рождается чистый. Еще до рождения начинают на него какие-то травмы. Когда есть перинатальная психология, которая рассказывает о том, как закладывается, в какой период какие проблемы. И когда в детстве эти же травмы, идет ретро-равматизация, просыпается, то они усиливаются. Давайте не будем искать виноватых. Давайте не будем искать виноватых, потому что это не решение проблемы. Вы думаете, я не виновата? Да я тоже живой человек и говорю что-то, и делаю работу с детьми, а потом прихожу домой и говорю, слушай, а ведь это может привести к этому, этому, этому. Как я могу исправить? Да все мы в какой-то момент эмоционируем, не управляем ситуацией. Важно осознать, провести рефлексию, в дальнейшем не повторять этого. Причина и повод для буллинга – это самоутверждение, самые первые. Те, которые начинают гнобить, они самоутверждаются. Я сильный. Это защита территорий. Это наш класс, моя территория, да, чисто такие агрессивные мужские качества. Хотя скажу, девичий буллинг не слабее, он еще хуже. Она не так одевается, она не знаю какая, и все. Это сама защита с целью утаить свои грешки. Помните, с девочкой приставала к девочке, она отказала, отказала, и он для того, чтобы, как это меня отвергли, я сейчас покажу, какой я сильный. И при этом что делают? Они говорят, если кому-то скажешь, я тебя еще хуже привлю, хуже будет. Да? То есть для того, чтобы утаить, они еще больше начинают нападать на человека, чтобы человек уменьшался, 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 и не смог показать противодействие. Третье – это попустительство взрослых. И самая главная причина – это разделение мира на черное и белое. Если мы не видим других красок, вот это хорошо, а это плохо, вот только это хорошо, остальное плохо, это становится главной причиной. Так, поднимаем возрастную служебную планку выше, если характеристики, отдельные моменты такого явления, как буллинг проявляется в отношениях между сотрудником и руководителем. Это, по вашему мнению, тоже буллинг или нечто другое? Мы вначале говорили, что это моббинг, это тоже такое, да, по сути своей, это травля. По-русски в любом случае это травля. Бытовые рекомендации с жертвами травли. Бытовые – это, ну, как обыденные родители, знакомые люди говорят об этом. Что они говорят? Сразу дай сдачи. Знаете, на самом деле это действует, потому что агрессор, многие агрессоры получили сдачи, все, ушли, ты свой, ты такой же, как я, и отступают. В другом случае, может быть, наоборот, еще больше раззадорить, и он придет уже с группой. То есть, в каком-то случае это может подействовать, а в другом наоборот. Отвечай словами и покажи свое безразличие. Это то есть как? Да отстань ты от меня. И когда человек показывает свое безразличие, что это на меня не действует, иногда люди уходят, потому что таким людям, агрессорам, не хватает энергии, и они, когда, они питаются энергией страха других. И когда человек проявляет страх, он выдает энергию, определенную порцию энергии, те питаются. Так, читаем комментарий, когда всегда есть рядом те, кто или боится агрессора, или подростков, или те, кому все равно. Да, в мире люди очень разные, поэтому я говорю, что если мы мир делим только на черные и белые, то это приводит к тому, что мы видим агрессора или жертвы. А сейчас посмотрим. И расскажи взрослому, которому доверяешь. Вот это действительно действенная помощь, что надо сказать взрослому. Второй вопрос, важно, кого ты доверяешь. И третье, взрослый, который в состоянии что-то изменить. И следующее, поменяй школу. Иногда поменяй школу действует, иногда не действует, как я сказала, шесть школ поменяла и только нашла. А может в какое-то время не потому, что нашла, а потому, что пришел под такой возраст, при котором ребенок смог решить внутри себя эту конкретную ситуацию. Главное, чтобы взрослый тоже умел слушать и помочь. Да, умел слушать и помочь. Старшая отбилась и от нее отстали, а младшая не может ударить и до сих пор терпит, мучается и терпит. Тогда к ней должна прийти на помощь старшая. Иногда очень легко эти буллинги решаются, когда к ребенку приходит старшеклассник и говорит, знаешь что, это мой брат, моя сестра, и она под опекой, под моей. Сделай что-то, мой весь класс придет. Вот немножко это устаканивает. Вот простой разговор и так далее. Руководителям нож не дашь. Есть люди, которые, как бы пазусно это ни звучало, находят в таком поведении смысл жизни. Да, это стиль. Насчет работы, друзья мои, вы можете просто взять и уйти с этой работы. Взрослого не поменяешь. Но бывают моменты, когда ты не хочешь уходить, ты отстаиваешь. У меня были случаи в жизни, когда мне что-то не нравилось с работы, я просто уходила. А пришел такой случай, когда я сказала, нет, я не буду уходить, я буду отстаивать свою точку зрения. И знаете, что получилось? Через 2-3 месяца понадобилась моя помощь в школе, мы поработали. И в итоге получилось так, что меня очень полюбили. Мы с этим директором очень близко подружились, даже подружились. Почему? Ну, можно. Взрослого можно остановить, тем более, что рабочих мест в деревне нет. Ну что ж, если вопрос о деревне, это немножко сложнее, тогда придется учиться договариваться. Идем дальше. Какие действия способствуют буллингу? Какие действия учителя? Нас с вами, вот друзья мои, когда мы разделяем явления на хорошее и плохое. В мире очень много цветов. У красного есть оттенки, у зеленого, да между черным и белым, куча оттенков. А если мы говорим, это хорошо, это плохо, дети учатся, если что-то не так, значит, его вот надо наказать, его надо научить. И тогда получается травля. А когда мы говорим, знаете, бывают совершенно разные люди, разные вещи. Люди, вот в мире Бог создал, сколько человек сейчас на планете живет, 8 миллиардов, у всех разные отпечатки на пальцах. У каждого из них по 10 пальцев, у 8 миллиардов, и эти отпечатки не повторяются. Вы представляете, какое многообразие людей. Бог же создал нас разным. Кто сказал, что это правильно, а вот это неправильно. Следующее. Мы все команда. Кто не с... И дальше многоточие, или подразумевается, кто не с нами, тот против нас. Да, мы все команда. Но каждый из нас личность. Вот это и есть каждый из нас личность. И мы команда, потому что мы все разные. И каждый вносит свое нечто в эту команду, свою краску. Тогда мы получаем сюда. Мы организм, не команда, которая сражается, ищет внешних врагов. Если мы ищем врагов, да, будет буллинг. Причем это начинается мы и все команда с младших классов. Дальше. Следующее. Нельзя ябедничать. Я ругаю детям. Ну, как ругаю? Когда ябедничают. Ребенок сидит на первой парте первого ряда, и вдруг мне говорит, что мальчик из последней парты третьего ряда рисует. Я говорю, милый мой, он рисует, а ты что делаешь? А ты туда смотришь. Почему ты туда смотришь, когда сейчас у нас идет урок, и рассказываю я. Да, на это я делаю замечание. Говорю, вот если проблема коснется лично тебя, вот тогда приходи на помощь, и я тебе помогу. Вот тогда скажи. Когда лично кому-то что-то делают, это надо остановить. Но делать, вот когда прерывает урок, просто того, чтобы сказать. Вот ябедничание, надо разделить на разные вещи. Да, это ябедничание. А когда говорит о том, что мне нужна помощь, это призыв о помощи. Следующее, это учителя манипуляции любого вида. Когда при всех говорят, как ты неаккуратно делся, как ты плохо сделал. Это же манипуляции тоже идут. Вот. Это по-другому уже выстраивается. Это тоже манипуляция. Ребенок не объект для впихивания в нее знаний, вытаскивания оценок. Да, нас заставляют, я не люблю оценки, я не хочу ставить оценки. Но часто мы вынуждены ставить оценки, мы вытаскиваем из них оценки, и причем эта красная ручка как сыщик, как детектив, ищем ошибки, чтобы понизить оценку. Да? Потому что, когда все хорошо, а надо вытаскивать, что хорошего в них есть, чтобы они высказали, чтобы они на пять сказали, а не искать ошибки, чтобы с пятерки спустись на четыре. Вот что идет. Или объект для впихивания. Вот выучи это, 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 это. Иногда не надо, чтобы ребенок вот это все набирал факты. Иногда ему важно ощутить. Ощутить, почувствовать. Вот литературу он должен полюбить. Полюбить, почитал. Музыку полюбить. Да, можно, рисование, это же надо. Полюбить, понимать о рисовании, это уже пусть понимает, если пошел в художественную школу. Музыкант, если пошел в музыкальную школу, он должен знать анатомию музыки. А в школе нужно, чтобы он эту музыку полюбил. А когда впихивают знания и требуют, пытаются оценки ставить, да, это другое. И, конечно же, ребенок – это личность. Да, это личность, которая еще не полностью сформировалась. И мы занимаемся тем, что формируем его личность шаг за шагом, но он уже целостная личность. Опыт жизненных ран матери и ребенка рода создают механизмы самозащиты. Вот есть родовые сценарии. И атака – это тоже самозащита. Иногда бывает вот ребенок вроде тихий, спокойный и вдруг перед нашими глазами взял дал блабешник кому-то, да, и сделал. И мы говорим, да что ты, как ты можешь? Дело в том, что тот человек, который регулярно гнобит, что он делает? Он делает из-под тяжка, чтобы не заметили. А у человека, которого назрело наполнило, он уже бьет просто наотмашь, как попадется. следующее – это ступор, тоже самозащита. Побег самозащита, нападение самозащита. Что получается, друзья мои, когда вы видите в детях такие реакции, сразу эта тревога, красный свет горит, внимание, обратите внимание, что-то не так, что-то не так, что-то активировало их эту ситуацию, да, она зародилась еще раньше, но что-то послужило для ретравматизации этой ситуации. Так, читаю ваши комментарии. У меня отношения с руководством, не могу сказать, что хорошее, но я научилась абстрагироваться. Самое главное, что меня ценят мои подопечные и их родители. Смотрите, с одной стороны это очень хорошо, с другой стороны это тоже создает некое напряжение. Зададите вопрос, как взрослый осознанный человек, что хочет от меня мое руководство. Не обязательно давать в полной мере, но дать им ощущение того, что вы их слышите, уже хорошо. На работу люди ходят работать, а учебные учреждения учат учиться, отратить силы на борьбу, на противостояние, всю эту мышину возьму. Возьму, коллеги не выдержали, ушли, у детей сложнее психика, еще слабенькая позиция, положение неравное. Да, детям гораздо сложнее, чем взрослым. Почему? У взрослых есть какие-то механизмы, у нас опыт на работах, а они впервые проходят, они впервые попадают в вот эту гадкую зону, и они не знают, что делать. Раньше такая тема не стояла остро, все-таки сегодняшнее время дает свои... Знаете, что, вот когда я думала и готовилась, раньше была в школе такая традиция, старшие классы брали шефство над младшими, и если дети между собой видели, что вот этот драчон того-то, они защищали. То есть одно дело, когда взрослому передают, когда ребенок рассказывает взрослому, это я, беда, а когда он рассказал тому, кто старше на год-два-три, это не явничество, он попросил помощи. Вот этот близкий возраст намного лучше, и когда шестиклассник защищает четвероклассника, скажем, он уже понимает, он видит другую сторону, и он вряд ли будет в своем классе кого-то гнобить или мешать, он... Есть механизм защиты. Вот этот институт вожатых и опеки старшего класса, шефства старших классов над младшими. Вот решал этот вопрос, я вот, например, предлагаю вот это возобновить, если у вас есть хорошее отношение, можно в школе внести, или обратиться к классу более старшего класса и позвать, предложить, а давайте сделаем вот такой, если у вас старшие классы, то с младшим классом взять шефство, тогда они будут и по ту сторону, по эту сторону, они будут издали наблюдать в частной ситуации, будут чувствовать, иногда дети даже не чувствуют, что они причиняют кому-то боли, а если травят учителя, это как называется, это называется, учителя не хватает внутренних ресурсов, энергии, учителю нужно просто пойти, восстановить свои эмоциональные силы, какими способами, есть разные способы, первое, это взять больничный на две недели хотя бы, хотя бы, и уйти восстанавливать нервы, да, успокоиться, вот когда внутренний стержень есть, никто не посигнет на это расстояние и научиться защищать свою территорию, это просто, если есть внутренний духовный вот этот стержень и внутренний эмоциональная сила, то да. Так, иногда в учительскую даже не хочется заходить, ну, в любая ситуация, которая нам в жизни приходит, она для чего-то нам нужна, задайте вопрос, чему учит меня эта ситуация, мы взрослые люди, у нас другие рекомендации, для детей это другие, если сильно плохо, если они нарушают ваши права, вы можете обратиться и в вышестоящие инстанции, но не факт, что вам будет комфортно продолжать в этом учреждении работать, а может даже очень хорошо, если вы не один такой и могут сместить директора или что-то другое, если нарушат в его действиях или в действиях каких-то других старших учителей, нарушение правил закона этики или еще чего-то. Хочу рассказать сказку о мячике, это история из практики. Консультировала я мальчика и говорю, давай-ка сочиним с тобой сказку. Он первый сказал, давайте про мячик. Хорошо, про мячик. Мальчику девять лет. Говорю, давай выберем главного героя. Вот главный герой, этот маленький ребеночек, так, секунду, главный герой у нас, сейчас я мышку приготовлю, каску, вот этот маленький ребенок, который закрыл уши и ревет, у него мячик, а вот этот, который старше, с косыми глазами, у него его похитил. И что случилось? Этот ребенок орет, говорит, ладно, он плачет, что ему плохо, вот его обидели. Он зовет своих друзей, зовет своих друзей, позвал, здесь четыре, на самом деле пять друзей, вот этих разных. Они пришли, не помогли ничем, и тогда позвали своих, он сказал, мам, поискал в колоде метафорических карт, у меня метафорические карты, эта работа с ним идет, искал злых, мам там не было, и он начал искать, и он начал искать злых пап, злых пап он нашел, и для каждого ребенка он поставил своего папу, здесь, например, у этой девочки в зеленом, сверху это дядя такой злой, вот у этого такой странный папа, если мы видим, подобраны совершенно странные родители, которые приходят и говорят, что они делали, они придут, пришли, а мальчик уже сбежал, тогда они обратились в милицию и сказали, чтобы милиция его поймала, побила, арестовала и посадила в тюрьму за то, что он похитил мячик. Давайте, что мы видим. Девятилетний мальчик ощущает себя, на самом деле он рассказывает как бы чужую историю, но это его личная история, ощущает себя в девять лет вот таким малышом, который заткнул уши и просто он никого не слышит, он толком не говорит, а что он сказал? Вот пришла эта девочка, что она говорит? Она говорит, скажи, а что тобой случилось? А что он говорит? А он ничего не говорит, он просто орет, просто плачет. Второй подходит, третий, четвертый, они, вот проблема в первом ребенке, что он не может высказать свою проблему, проблема маленьких детей, его друзей, тех, что они не верят в свои собственные силы, а ищут злых пап, которые за них решат вопрос. пришлось, чтобы решить ситуацию, привлечь, во-первых, добрую фею, вот эту фею, и мальчика, который постарше. Мальчик пришел, что он сказал? Он сказал, а что за сыр-бор, что за шум, почему все здесь собрались, и ему говорят, что вот мальчик похитил мячик. И он погнался за тем мальчиком, взял мячик, его ухватил за шкирку и привез, привел к ним. Тогда смотрите, что сделал мальчик, с которым я работала, клиент, так скажем, он поменял вот этого мальчика на вот этого. Если этот был двухлетний, то на его место стал вот этот улыбающийся, смеющийся маленький ребенок, но уже четырех лет. То есть обзор этой сказки привел его к тому осознанию, что, а как еще можно поступить. Надо было побежать, а вот этот мальчик так и сделал, побежал. Спрашиваем, а почему вот этот похитил мячик, украл? Потому что он хотел играть с мячиком. Ну так в мячик одному не поиграешь, надо в группе играть. А у него у мамы нет денег, чтобы купить мячик, и поэтому он крадет. Что мы делаем? Фея пришла, разрулила ситуацию, это другая история. Но мы что видим? Мы видим вот этого ребенка, который в скором будущем превратится в этого тирана, если не будет решен вопрос альтернативного решения. Если он просто кричит и зовет о помощи, а ничего для этого не прикладывает никаких усилий, то возникает вот такая ситуация. На самом деле мы видим ребенка 8 лет, 9 лет, 10, 11, а его психологический возраст маленький. Где-то в каком-то возрасте он не перешел стадию роста психологического созревания, и жизнь создает определенные ситуации, когда возникает ситуация, он его не может решить у него и смотрим дальше. А почему так происходит? Почему человек превращается в жертву? Это потому, что отсутствуют альтернативные сценарии. Он ведь мог пойти побежать за тем, мог бы друзьям сказать побежали с другой стороны его обгоним, обратиться взрослому, он просто ревет. И дети собираются, они сами не в состоянии справиться со своим ровесником, причем, когда мы смотрели ситуацию, ведь он выбрал этот злой герой его реального возраста. Жертва маленький, двухлетний, а мальчик, который украл мячик, девятилетний, его же возраста, что же получается? Потому что есть выученная беспомощность, запрет на свободу мысли, запрет на свободу чувств и запрет на свободу действий. Смотрите, ведь раньше как было? Сейчас такая ситуация, особенно в больших городах, у детей выученная беспомощность. Они сидят дома, во двор не выходят одни, они не гуляют одни, все время рядом кто-то, или в детском саду руководитель. дети между собой без взрослых не общаются. А взрослые все время так говорить нельзя, так думать нельзя, так делать нельзя. И у них внутреннее зажатие, нет свободы мысли. А свобода мысли идет тогда, когда дети в деревнях или на даче бегают весь день на улице, они между собой решают какие-то вопросы, они учатся регулировать свои отношения и успевают помириться еще до того, когда родители узнают об этом, что они поссорились, их мирят их же старшеклассники, их же друзья старшеклассники, а не кто-то там другой. Да, вот получается так как все это важно что нет вообще как тоже Продолжение следует... 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 Так, всё вернулось. Так, идём дальше. Как устроен мозг человека? Мозг человека устроен, определили три вида ума. Рептилейный ум, он самый старый, древний, лимбическая система. Рептильный ум отвечает за самые первичные такие потребности выживания. Выживание, размножение, чтобы вид сохранился. Вот когда человек из страха вдруг неконтролируемо даёт отпор, вот это рептильный ум. Когда все страх, ступор, здесь работает рептильный ум. Следующее – это лимбическая система, это эмоции и чувства. О чём эмоции? То, что мы чувствуем. Он более новый. А наиболее новейшая часть человеческого мозга – это неокортекс, сознание, интеллект. И оно тратит очень много энергии, когда мы работаем, когда мы что-то делаем. Сейчас более подробно здесь посмотрим, что же происходит. Рептильному мозгу более 100 миллионов лет. Он является вместилищем бессознательного и подсознания. Что он делает? Как только жизненная ситуация произошла, как-то это решилось, он записывает и там хранит. И там остаётся определённый регламент, который вы уходите. Вот вы смотрите на человека, первые 30-40 секунд, новый человек, и у вас какое-то чувство по отношению к нему нравится, не нравится, хорошее, не хорошее. Вот это как раз рептильный мозг сжал всю информацию и сохранил себе. Нам кто-то не нравится, мы не понимаем, почему не нравится. Потому что он сравнил с кем-то, с кем он когда-то встречался, у него были глаза такого цвета, одежда такого и поза такая, как сейчас. Всё, мозг запомнил это. Мозг млекопитающего, это лимбический ум, да, мозг, которому около 50 миллионов лет он управляет социальным поведением, заботой о потомстве, воспитанием, социальным поведением. Мы знаем, что человек – социальное существо, мы в социуме, мы подстраиваемся под кого-то, мы смотрим, как другие общаются, и к ним подстраиваемся. И неокортекс – это новейшая часть, ему полтора-два с половиной миллиона лет, занимает 85% человеческого мозга и тратит больше всего энергии, но мы его часто не используем, потому что энергозатратно. И в нём происходят высшие мыслительные процессы, такие как размышления, анализ, познание. Как мы можем решить наши проблемы? Задача из рептилильного мозга вытащить, из подсознания, бессознательного, вынести какие-то проблемные ситуации, осмыслить, дать им размышления, поанализировать, познать, и тогда они сами собой исчезают. Если мы возьмём большинство болезней, это у нас какие болезни? Психосоматика. Есть такая наука лечения воспоминаниям. Вот у меня книга есть как раз «Исцеление воспоминаниям» Рене Жильбер. Сейчас Жильбер Рено. Вот такая книга. Она о чём говорит? Вспоминает ситуацию, когда впервые произошло данное событие, и болезнь само собой исчезает. Почему? Потому что мы тогда, у нас не было ресурсов осознать причину, а сейчас мы осознали, мы сказали «Я тебя вижу!» И она исчезла. Так, читаю комментарии. «Я ощутила на своей шкуре в детстве травлю, поэтому теперь на работе не принимаю неприятия какого-либо ребёнка всем коллективам детей». Да, детей особенно надо защищать. И говорить, что они разные, и в этой разности их красота, они могут быть разными. Как формируется сценарий поведения? Происходит какое-то событие, возникает конфликт. Конфликт как-то разрешается. И вот это, если человек вышел, это как-то становится сценарием решения. Ребёнок закричал, мама пришла. Всё, конфликт решён. Это сценарий. Я закричу, придут и помогут. Пошёл где-то, чего-то победил, сам смог дотянуться до этой чашки, почувствовал победу. «Я сам могу достать из шкафа чашку, налить тебе воды и выпить». Уже записался другой сценарий. «Я могу сам». Через страх он поднимается на этом стульчике, стул шатается. Если мама вытерпит и не пойдёт ему на помощь, то он научится этому. А если мама пойдёт на помощь, откроешь каб, «Вот, сыночек, водички я тебе сама налью». Что он сделал? Да не водичка мне нужна была. Мне нужна была победа, мне нужна была вот этот страх свой пережить и выйти из него. Вот так и формируется. Выученная беспомощность. Также приобретённая или заученная, когда человек не принимает попыток к улучшению своего состояния, хотя имеет такую возможность. Почему? Вот был сделан опыт такой, эксперимент Селегмана. Взяли трёх собак, посадили в ящики, и у одного ящик открывался. Вот когда носом касалась собака, то открывалась дверка и ящик, и собака могла оттуда выйти. У третьего собака не могла никак открыть. Эта стенка была недвижимая. Она могла только в том случае, если первая собака открывала. А третья просто жила себе спокойно. Подключали электрический заряд к первым двум группам. Что получалось? Первый пёс, увидев заряд, он пытался, двигался, тыкал носом, открывалась дверь, он выходил оттуда. Второй пёс, он тыкал, тыкал, ничего не менялось. Если тот вдруг догадается откроется, то он выходил. Нет, от него ничего не зависело. От его действий ничего не изменилось. Спустя какое-то время поставили вот маленький такой барьер, через который можно спокойно перепрыгнуть. Пёс первый перепрыгивает, он знает, что от его усилий что-то зависит. Второй лежит и скулит, он научился, что от него ничего не зависит. И третий, который не был никогда травмирован, он тоже запросто выпрыгивает. У него мозг работает. А у второго, говорит, не пробуй. Потому что разочарование – это ещё более сильная боль. Вот если ты попробуешь, и не получится, будет разочарование, и ты перестанешь в себе поверить, а это ещё хуже. Лучше. Потерпи. Вот эта кроха веры в себя пусть останется. Может быть, мог бы. И вот что получается. Выводы. Они пришли в Селикман и Майер, которые сделали эти опыты, что беспомощь вызывает не сами по себе неприятные события, а опыт неконтролируемости этих событий. Если ребёнок обратился к взрослым, в первый раз ему сказали, сам львановат, обратился во второй раз и к другому взрослому сказал, да потерпи, да нормально это, ну что со всеми бывает, сам что-нибудь придумай. И получается выученная беспомощность. Живое существо становится беспомощным, если оно привыкает к тому, что от его активных действий ничего не зависит. Поэтому давайте хоть как-то менять мир детей, если они что-то сделали, просят нам что-то делать. Как получается, дал ребёнок, жертва дала отпор, ударила тому, что сделали? Наказали жертву, не того, кто устраивал травлю, а жертву. Почему? О, как он осмелился себя защитить. Да ещё, ну, по-другому надо. Он же только словами оскорблял. А ты взял и ударил ему. Это неадекватный тип ответ. Но какой неадекватности может идти, когда полкласса против одного, а он пытается как-то выжить? Выученная беспомощность – это нарушение мотивации в результате пережитой объектом непонтрольной ситуации. Источники формирования выученной беспомощности – это опыт переживания неблагоприятных событий, опыт наблюдения беспомощности людей. Если у ребёнка мама абьюзер, если дома родителей гнобят или в классе кто-то есть, то он становится тоже беспомощным. Он видит, что… Вот и так получается. Отсутствие самостоятельности в детстве. Вот это самое обидное, когда жертву наказывают. Да! Когда, не разобравшись, наказывают жертву. Часто бывает с младшим и старшим. Маленький издевается, а большой получает наказание. Да! Вот. Верят большинству. А именно большинство-то устроило вот эту всю травлю. А если попросили мальчика изменить поведение, а он не меняет, как провоцирует агрессора, как будет? Смотрите, попросить изменить, а не сказать, как это сделать. Это же любое наше внешнее движение имеет внутренний посыл. Если внутренне мы не научили меняться, что-то делать, он внешне ничего не изменится. Был такой еще следующий этап этого опыта. Был опыт с клопами. В банку, в интернете тоже есть это видео, можете посмотреть. В банку поставили клопов и закрыли на три дня. Там воздуха хватает, они живут, воздух есть. Клопы прыгают, прыгают об эту крышку и не могут вылететь из банки, потому что крышка не дает. До этого, когда не было крышки, они прыгали и выпадали из этой банки. Они могли прыгать выше. Что получается? Когда через три дня открыли крышку, то ни один клоп не пытался выпрыгнуть из банки выше. Хуже. Второе, третье, четвертое поколение клопов тоже не пыталось. Смотрите, наше бессилие передается. Передается. Уже по наследству. Если мы смотрим, почему Россия такая богатая страна, а люди в ней нищие. Почему это? А потому что в революции нас всех обанкротили, украли, забрали у богатых людей имущество. Второй раз коллективизация, когда была, убрали у людей. Потом все эти несколько видов. Война разрушила все, что у них было. Сколько раз девальвация рубля была, когда деньги меняли, деньги сгорали. И получилось, что у большого количества людей выученная беспомощность, передающаяся по роду, по роду, по наследству передается, выученная вот эта беспомощность. Да, сначала надо научить новому поведению. Мы сейчас посмотрим, как это делать. Пойдем дальше. От чего зависят поступки людей? От ситуации, уровня ресурсов и готовности к стрессовым ситуациям. Вот смотрите, от настроения зависит очень многое. Вот эту таблицу, ее можно отдельно изучать, она называется таблицей Дэвида Хокинса, эмоции. Вот когда человек находится в розовой зоне, у него нехватка энергии. Смотрите, что самое интересное. Пока он находится в чувстве позора, вины, апатии и горя, он жертва буллинга. Как только у него появляется энергия больше, страх, желание, гнев, гордыня, то он становится агрессором. Люди, которые находятся выше, смелость, нейтралитет, готовность к принятию разума, они сюда не влезают, они буллингом просто не занимаются. Ни той стороной, ни другой стороной. Когда мы человеку даем достаточно утверждения, полномочий, у него есть доверие к людям, у него есть оптимизм, то проявление буллинга просто исчезает, его нет, нет ни агрессора, нет ни тирана. Вот в чем самое интересное. И когда я показываю историю маленького мальчика, так это игры с мячиком, это потенциальный дальше человек, который будет гнобить, потенциальный тиран, если не решить эту проблему сейчас. Самый большой парадокс – это то, что жертва притягивает тирана. Да, преследователь, спасатель, жертва – это треугольник Карпуна, известный. Появляется спасатель. Но, если это индивидуально. Но в классе во время буллинга происходит нечто другое. Есть преследователи, место спасателя занимают наблюдатели, а жертва одна. Спасатель исчезает. Есть наблюдатели. И наблюдатели стоят перед дилеммой. Те остальные дети стоят перед дилеммой. Если они пойдут в сторону жертвы, то это, с одной стороны, справедливость, с другой стороны, отвергнутость той другой группы и страх. На что, если они будут отвергнуты? У тирана, группа – это безопасность, они под опекой тирана. У них сила толпы и азарт. Вот если учителя не внесут вот в эти весы определенную равновесие, справедливость будут ценить, не будут наказывать тех, кто пытается помочь как-то жертве, тогда у нас получится вот этот мир, перемирие, и все уйдет намного лучше. Вот, к примеру, мальчик, 7 лет другой мальчик выбрал картины своего хорошего настроения. Все красные карты. В одном герой с драконом сражается, во втором, кто здесь важный? Это человек, который прикалывается над другими. Он издевается, а для человека, а для ребенка, 7-летнего, это хороший пример. И следующее, главное, вот этот, который прибивает другого. Он с виду-то маленький, хороший мальчик, но он был в роли вот этих, и поэтому он принимает роль атакующего, агрессора. Для него хорошее состояние быть защищенным. Что делать? Рассказывать сказки. Дать альтернативное видение жизненных ситуаций, альтернативность сценария решения конфликтов. Рассказать, как другие люди выходили из этих конфликтов по-разному. Существует телефон доверия. Вот этот телефон доверия, который с 1 сентября 2020 года, он по всей России, подключается прямо к вашему региону, и ребенок может позвонить. И родители, и вы, учителя, тоже можете обратиться туда за помощью к профессиональным психологам-консультантам. Служба анонимная. Следующие инструменты для профилактики – это чтение сказок, ролевые игры, обсуждение. А во время обсуждений мы задаем вопросы. И вот здесь вопросы. А в чем была причина конфликта? Как герой решил эту ситуацию? Какие качества он приобрел во время своих приключений? Каких качеств ему не хватило в самом начале, чтобы не попасть в эту конфликтную ситуацию? Смотрите, мы смотрим, как он решил, а чего не хватало в начале. И идет рефлексия. А какие положительные черты у отрицательного героя мы перестаем черно-бело смотреть на ситуацию, потому что у него тоже есть что-то хорошее. Какие отрицательные черты у главного героя? То есть у главного героя есть тоже свои недостатки. Что с этим делать? Или задается вопрос, а какие черты характера есть у других участников? Вот другие – это как раз эти наблюдатели, которые выбирают какие-то стороны. И это очень важно. Иметь вот эти сценарии, когда ты можешь каким-то образом влиять. Ведь все эти остальные герои сказок, они помогают герою, мешают, что-то делают. Они вносят свою лепту в решение общего вопроса. А какие черты характера есть у других участников? Когда эта черта характера помогает героям, а когда мешает? Нам кажется, что справедливость – это хорошо. Друзья мои, скажем честно, справедливость – это, с одной стороны, хорошо, но выше справедливости есть милосердие. Милосердие – это выше справедливости. И какая бы ни была справедливость, милосердие намного выше. И как окружающий мир реагировал на действия героев? Вот этот вопрос, как окружающий мир, приводит к тому, что мы расширяем границы. Из нашего класса выходим в рамки школы, в рамки города, мира, Вселенной, космоса. А как мир, деревья, растения, птицы, животные реагировали на действия героев? Мы чувствуем себя частью большой Вселенной. Вот когда расширяются границы, тогда история смотрится совершенно по-другому. Да, надо бы и правда пообщаться. Да, друзья мои, потому что есть индивидуальные случаи, которых надо отдельно рассматривать. И в финале что я вам могу сказать? Когда человек любит, он больше не защищается. Когда человек силен, он смотрит вокруг и видит возможности. И в каждом человеке есть что-то, что нуждается в совершенствовании. Это нормально. Если мы будем детям говорить, знаете, вот у меня есть что-то несовершенное, и я пытаюсь с этим справиться. Тогда все нормально. Они начинают привыкать к тому, да, вот он тоже плохой, не такой, как все. Но мы можем ему помочь лучше быть. Так, читаю ваши... У меня тут в кадр входит моя кошка, котеночек мой. А любви-то нам и не хватает. Да, справедливость, шкала разная, но должна обязательно победить... Я бы сказала, что должна победить милосердие. Друзья мои, на этом я заканчиваю. Я читаю еще ваши комментарии. Такая ситуация была у меня в классе пятом-восьмой. Себя всегда отстаивала. Прошло время. Три-четыре года назад она нашла в сети, через соцсеть, извинилась за травлю. Вот. Вот это и есть. Понимаете? Повзрослел и тот человек, который травил. И вы уже тоже повзрослели, что были в состоянии принять эту ситуацию. А насколько это важно? Вот иногда дети делают что-то плохое и ждут нашей реакции. Как мы отреагируем? Если мы правильно реагируем, они исправляются. Если же мы реагируем неадекватно, то возникает более сложная ситуация. Ну что ж, друзья мои, благодарю вас всех за участие. прощаюсь с вами. До свидания. До новых встреч. До новых встреч. Продолжение следует...